Девушки отдыхают Жертв много будет Все мертвые на земле будете лежать Вечером все будет на земле А утром восстанете И все уйдет в землю Без войны война идет Как мне во жаль Доживете до последних времен Она предупреждала Человечество на краю гибели До конца времен осталось совсем немного Гражданская война на Украине Арабская весна Сирийский кризис Закат Европы Кто поверил словам святой Матроны Московской? А кто забыл о ее пророчестве? Почему архив Великой Прорицательницы Так интересует иностранцев? И сколько за него готовы заплатить спецслужбы? Что заставило хранительницу Дневника Блаженной Матушки Именно сейчас обратиться к людям? И почему завтра Может быть уже поздно? Святая Матрона Московская Миллионам людей известна Как Великая Спасительница За исцелением к ее образу Ежедневно обращаются те Кому остается уповать Только на чудо И чудо для тех Кто верит по-настоящему Случается А вот слова Которые святая при жизни Посвящала потомкам Как ни странно Сегодня больше вызывают интерес У людей чудесам верить не склонно Предсказания Блаженной Матушки Изучают и финансовые аналитики И представители силовых структур Другими словами Специалисты От прогноза которых Зачастую зависит Не только экономика Но и безопасность государства Так вот в том Что эти прогнозы важны Эксперты не сомневаются Не уверены они в другом Для правильной интерпретации Предсказаний Святой Матроны Московской Стандартные лингвистические коды Не подходят Изречения Блаженной Настолько пропитаны верой Что подобрать для дешифровки Какую-либо математическую формулу Невозможно Жизнь будет хуже и хуже Тяжкая Тяжкая Придет время Когда перед вами положат хлеб и крест И скажут Выбирайте Смысл пророчества Она лежит за шермечкой И говорит Поднесите поближе ко мне ее Я это поставили Меня на лавочку посадили Посадили на лавочку бабушкой Говорит Все будет хорошо Молись усердно Богу Я вернулась Стала Богу молиться Потихонечку я чувствую У меня ноги стали двигаться Я могла подняться С тех пор Фекла старалась Не покидать блаженную матушку Помогала по хозяйству Не все иносказания святой Она понимала тогда Но в блокнотик записывала прилежно И вот сейчас Спустя годы Она по-настоящему осознала Всю силу дара предвидения Своей спасительницы Когда в сводках новостей Замелькали кадры из Донбасса Баба Фекла поймала себя на мысли Что события Происходящие сегодня на Украине Ей как будто уже виделись Много лет назад В следующее мгновение Она нашла причину подобных сновидений Блокнотик Наши братья станут врагами Кровь прольется Но медведь проснется И всему конец наступит Еще никогда Баба Фекла Не решалась на откровения с журналистами Сегодня вы увидите уникальные записи Свое решение Открыть тайные пророчества святой Бывшая помощница блаженной Матроны Московской Объяснила просто Человечество стоит на пороге Глобальной катастрофы И предпосылки к ней Описаны самым подробным образом 65 лет назад Перси с Арградом трассы начнут И люди от крови побегут Но нигде им рады не будут И вода многих примет Дорогую цену заплатить придется Немцы первые из дома побегут Дождь будет и пожар вместе Долго пока красный петух Синему глаз не выглянет Вот Эти слова Фекла услышала от своей покровительницы В конце 40-х Совсем недавно закончилась Великая Отечественная И к Матроне, которая предсказала самому Сталину победу над фашистами Зачистили высокопоставленные чиновники Через одного представителя разведки Неудивительно, что пророчества Святой Матроны Тогда прозвучали как гром среди ясного неба Неужели впереди еще одна битва Снова война и снова миллионы жертв Сегодня слова Матроны Московской Приобрели другое оттенок Куда более зловещий Перси с Арградом драться начнут И люди от крови побегут То, что более полувека назад чекистам показалось бессвязными фантазиями Сегодня в интерпретациях ученых и историков Приобретает вполне четкие контуры Перси это вообще иранцы Это Иран Будут ли они в Царьград? Это Константинополь Это Стамбул нынешний Ну, какой-то конфликт Возможно возникнет между Ираном и Турцией И истоки, конечно, этого конфликта, возможно, будут лежать В том, что сейчас происходит в Сирии Потому что, ну, геополитические расклады какие? Иран заинтересован, естественно, в сохранении стабильной Сирии Безусловно Вот, США и Европа западная Собственно, всеми силами хотят Сирию дестабилизировать США и Европа, это НАТО Да, блок НАТО Вот, членом которой является Турция А ведь действительно Сирия ограничится Ираном И когда-то персы населяли эти земли достаточно плотно Против правительственных войск Сегодня по большей части воюют наемники В том числе считающие себя наследниками Когда-то Великой Османской империи То есть Турции Мы уже наблюдаем, собственно, конфликт на Ближнем Востоке В Сирии Вот, где, кстати, уже принимает участие Не только, собственно, сирийская армия Да, я подключилась их из Бала, Ливанская Вот, в качестве помощника сирийской армии И, как известно, корпус стражей Исландской революции из Ирана Арабская весна, спонсируемая Западом Помогла Турции наладить отношения с Вашингтоном Укрепила связи с арабскими странами Персидского залива И выступила за жесткие меры по отношению к бывшим персам Сегодняшним иранцам Причем еще недавно и Турция, и Сирия, и Иран Были заинтересованы в единой геополитической цели Не дать возникнуть независимому Курдистану на севере Ирака К чему, в свою очередь, последовательно шли американцы Долгие годы поддерживая шиитов Но в целом противостояние персов и царьеграцев выглядит безусловно нелогично Как будто чья-то невидимая рука прописала невыгодный для всех, но обязательный к исполнению сценарий войны Можно ли простым совпадением объяснить пророчество Блаженной Матушки В которых бывшие сторонники по антиизраильской коалиции окажутся по разные стороны баррикан А если да, как отнестись к продолжению фразы? Персы с царьградом драться начнут И люди от крови побегут Но нигде им рады не будут И вода многих примет Официальная статистика жестока По данному ООН, с начала нынешнего года в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы Погибли более 2800 беженцев из Сирии и Ливии Мир всколыхнуло это фото На нем утонувший малыш-беженец Рядом с телом ребенка, который погиб при попытке попасть на греческий остров Кос Стоит сотрудник турецкой полиции Родители маленького Айлана бежали с детьми Засажденного боевиками исламского государства города Кабани Лодка, в которой находилось 17 беженцев, перевернулась вскоре после отплытия Таких историй уже тысячи И, к сожалению, их количество растет с каждым днем Именно Соединенные Штаты спровоцировали весь этот поезд на стабильности Весь этот ряд революций, которые ослабляют будущих конкурентов Америки Мы теперь видим, что Европа сейчас уже вряд ли станет тем союзом, о котором она мечтала Европейский союз Европа сейчас тоже опускается не только экономически А вот теперь проблемы с беженцами Не только сотни тысяч, у которых уже будут миллионы И это все целенаправленная политика Но вернемся к пророчествам Святой Матроны Московской К событиям, не уже случившимся А к тем, что нам, возможно, еще предстоит увидеть Дорогую цену заплатить придется Немцы первые из дома побегут Дождь будет и пожар вместе Долго, пока красный петух синему глаз не выклюет Вот Германия сегодня самый желанный регион для беженцев Высокий уровень социальной поддержки заставляет тысячи людей, несмотря ни на что, прорываться сквозь немецкие пограничные заграждения Местные жители стонут от наплыва иностранца И требуют от властей навести порядок в стране Возможно, в результате вот этого конфликта Просто произойдет очередной уже фатальный для Европейского Союза Кризис какой-то, который поплечет за собой просто распад Европейского Союза Из которого, собственно, первые выйдут немцы Неужели более полувека тому назад Матрона уже предчувствовала трагические события Которые развернутся на Ближнем Востоке спустя столько десятилетий К чему же они приведут, по мнению Великой Святой И какая роль предначертана в этих событиях России Дорогую цену заплатить придется Немцы первые из дома побегут Дождь будет и пожар вместе Долго, пока красный петух синему глаз не выклюет Вот А вот петух Один петух синий, другой петух красный Одного петуха это Россия Другого петуха это Америка В этом предсказании Матроны ключевые слова, что Россия окажется перед сложным выбором И действительно, Украина и Америка требуют от России свои политики А наша страна придерживается другой позиции И Россия делает все-таки правильный выбор, она не поддается политике США Помощница Святой Матроны Московской Фекла Газева скрупулезно записывала из речения Блаженной Не подозревая, что когда-нибудь ее пророчества станут предметом пристального изучения И только недавно она поняла ценность каждого слова Великой Старицы Но есть и другой взгляд на предсказания Матроны Согласно ему, конфликт на Ближнем Востоке Лишь начало более глобальных катаклизмов Катаклизмов, которые некоторые астрологи называют предвестниками конца света В уникальном интервью это подтвердила и помощница Святой Матроны Московской Фекла Газева Вот то, что я сказала, вот я все ходила, вот все записывала, то, что батушка Матрона говорила Я ученые грамотно, в школу не ходила, так как мои ноги не ходили во время учебы Вот я все, что записывала, научилась, я прочту Наши братья станут врагами, кровь прольется Наши братья станут врагами, кровь прольется Но медведь проснется, всему конец настанет Золото огнем искушается, а человек напастями Молитесь и простит вам Господь Слушая эти слова, создается впечатление, что Матрона произнесла их не 63 года назад, а сегодня Неужели конфликт между Украиной и Россией был предначертан свыше И можно ли было что-то изменить? В этом предсказании, в прямом смысле, описывается ситуация между Украиной и Россией Действительно, брат на брата И многие люди, да, вот под этим давлением стали как-то негативно относиться к украинцам, украинцам к русским Могли ли мы предположить еще несколько лет назад, что такие события возможны? Большинство ответит отрицательно А ведь святая Матрона пыталась нас предостеречь И понятно, что то, что сейчас на Украине происходит, да, это жуткое совершенно кровопролитие Где гибнут наши люди, где и мы как бы в этом конфликте Искушаемся и проверяемся наша, скажем так, братская верность, что ли Вот, ну и они сами, собственно, верности православию и общей цивилизации И общей, скажем так, истории Украина, Ближний Восток Может быть, это все лишь часть более глобального сценария? Все, что она говорила при своей жизни, бывает сейчас Как она могла это видеть? Как она могла общаться? Только через Бога Только Бог ей мог это говорить И ее слова – это Божьи слова Ученые и эксперты со всего мира пытаются проанализировать пророческие слова Матроны Для того, чтобы понять, что ожидает человечество в ближайшие годы Или нам остались всего лишь месяцы Помощница Блаженной Матушки Фекла Газева Сегодня попробует ответить на этот вопрос Когда я умру, придете на мою могилу просить о помощи И я всем вам помогу Эти слова произнесла Матрона незадолго до своего ухода из мирской жизни Зачем приходят люди к мощам Великой Старицы? И кому святая дарует исцеление? Почему врачи, поставив смертельный диагноз, отправляют пациентов в Покровский монастырь? Где заканчивается наука и начинается чудо Уникальная история людей, которым вера подарила жизнь В нашей программе Покровский монастырь в самом центре Москвы На Таганской улице Каждый день сюда приходят тысячи людей Они стоят в многочасовой очереди с одной лишь целью Прикоснуться к мощам Святой Матроны Московской Таких очередей нет ни в одном другом монастыре Для многих из них Матрона – последний шанс получить спасение Хочу здорового ребенка, хорошую, здоровую внучку Чтобы моя дочка жила, чтобы она поскорее выздоровела, чтобы все стало хорошо Со дня бракосочетания с самой заветной мечтой Екатерины было рождение здорового ребенка День, когда мечта разлетелась на осколки Супруги запомнили на всю жизнь Я считаю, что дети – это самое главное, что может быть в жизни Конечно, это может быть сложнее, когда есть ребенок заниматься карьерой И зарабатывать деньги Но это все, как бы, я считаю, не главное Прошли полные обследования Я была у многих врачей Заключение было таковым, что в моем случае только ЭКО И то, то есть, как бы, скорее всего, наверное, нет Тем не менее, Екатерина забеременела И уже казалось, что предостережение медиков – не более чем нелепая ошибка Но ликование молодоженов было недолгим Через несколько месяцев врачи обнаружили, что беременность Кати протекает неблагополочно Прямо из кабинета гинеколога Катю срочно повезли в больницу В больнице ей сразу сделали все необходимые обследования И выяснилось страшное Скрининг показал, что ребенок может родиться Дауном Эта информация повергла Екатерину и Александра в шок Она несколько раз лежала в больнице И была угроза и выкидыша И говорили о том, что вообще прервать беременность Прокол там должны были какой-то делать Я сказала, не надо, будем молиться, будем... Не знаю, что делать Медики настаивали на срочном оперативном вмешательстве Но это был невероятный риск Генетики мне предложили сделать прокол Я отказалась от такого Они сказали, ну понимаете, что вы можете родить неполноценного ребенка Я говорю, да, я понимаю Но это же мой ребенок Я готова его выносить, я готова его воспитать Четыре раза во время беременности Катю клали на сохранение Но девушка не сдавалась Вместе с мужем и свекровью Она изо всех сил продолжала бороться за жизнь ребенка Угроза все время была потеря ребенка И еще они говорили, что там что-то с дыханием у ребенка Что ребенок может задохнуться Но Катя стояла на своем Никаких операций Никаких проколов Только естественные роды Я верила всегда, что это действительно какой-то божий подарок Что я нашла своего мужчину Я знаю точно, что это моя судьба И то, что Боженька послала мне вот это вот чудо И я ни в коем случае не должна поддаваться на то, чтобы вот это чудо отдать Родные Екатерины как могли Старались поддерживать девушку в этой сложной ситуации Мне все говорили, что так переживаешь Как будто бы это у тебя не сноха, невестка А как будто бы дочь Я говорю, ну это мой сын И в конце концов она уже моя дочь Куда тут, уже что говорить За всю свою жизнь Раиса Михайловна Не страдала столько, сколько за весь период беременности Своей невестки Я и плакала, и молилась, и не знаю Что я только не делала Я видела, как он хотел Как они, вернее, хотели Вот именно сына хотелось Чтобы вот у них была счастливая семья Именно с ребенком И их ребенком Которого они так ждали И Бог услышал молитвы После всех пережитых мучений Катя все-таки смогла родить дочку Ее зовут Таисия Когда мне ее показали Я не знаю Все говорят, что детки какие-то страшненькие Когда только приносят мамочке Но она была, не знаю, она была чудесной Она была похожа на маленькую матрешечку С такими розовыми губками Я в нее сразу влюбилась Ни Александр, ни Екатерина еще не знали Что главное их испытание впереди Сразу после родов Врачи обнаружили У маленькой Таисии Серьезные проблемы с сердцем Двухнедельному ребенку Требовалась срочная И очень тяжелая операция Такую операцию Девочка могла не перенести В Таисии обнаружился Баталов проток называется Это незакрытый клапан аор Ее заливало кровью Грубо говоря, давление было очень сильное И за счет того, что легкие работали Работало сердечко А вот этот клапан Он при рождении у ребеночка закрывается Обычно А у него мало того, что он не закрылся Он еще был большой Он был 5 миллиметров Эта новость стала настоящим ударом И Екатерины И всей ее семьи После всего, что они пережили Уже не оставалось моральных сил На борьбу с новыми трудностями Но времени на панику не было Нужно было принимать срочные решения Если бы хотя бы на день или на два позже Об этой бы проблеме узнали Просто бы скорее всего Либо мозг атрофировался Либо ребенок бы вообще не выжил Катя не могла поверить Что после всех испытаний Судьба может лишить ее любимого ребенка В те тяжелые дни Она не могла оторваться от своего малыша Два дня я лежала с Таей вместе Буквально В это время только я, можно сказать Прикоснулась к ней Мне дали ее подержать на ручках Я ухаживала за ней Вот Была, наверное Ну, наверное, вот такая вот Такая маленькая В надежде на лучший исход Девочку стали показывать Ведущим специалистам страны Но итог оказался неутешительным Бахлевский центр Это, можно сказать, один из крупнейших центров В Европе И люди едут со всего мира Чтобы получить помощь От этих специалистов Они, ну, как говорится Говорили, что, вы знаете Конечно же, можно попробовать Но если учесть тот момент Что две недели от рождения Маленький вес Ребенок очень маленький И операция очень сложная Из-за того, что ребенок маленький Недоношенный Сердечко работает не наполнено Легкие открыты не полностью Может пройти неблагополучно Или, ну, просто неудачно Окончательно осознав Какая опасность грозит дочери Кате и Александру Оставалось только одно Молиться И надеяться на чудо Мне очень обидно было И тяжело на душе Что она вынуждена вот страдать То есть я ее и на тот момент Любил очень сильно И сейчас мои чувства Абсолютно не изменились Мне ее было очень жалко Меня бесило то, что я не могу Ничего сделать Жизнь маленькой Таисии Повисла на волоске Мне кажется, я всю беременность И потом буквально боролась За этого ребенка Потому что Столько, сколько я плакала Беременностью Я, наверное, не плакала За всю свою жизнь Неладно Здесь, в Покровском монастыре Екатерина надеялась Получить поддержку Святой Матроны Мой муж постоянно посещает Храм Матронушки Он меня познакомил с Матронушкой В тот момент Матрона была Единственным шансом На спасение Таисии Катя надеялась Что среди тысяч голосов Блаженная услышит И ее молитвы Последняя Как бы ипостась Куда можно обратиться Это вот Церковь Демощи Матроны В Москве Вот Ну и Когда туда приходишь Ты вот Понимаешь Что Поддержка Она будет Пока Александр и Екатерина Ожидали своей очереди К мощам Святой Матроны Произошло Нечто удивительное Из толпы Меня позвала женщина В черном одеянии Такой черной-черной рясе Она сказала Почему ты не носишь крестик? Где твой крестик? Она сказала Что у меня нет крестика Я его потеряла Очень давно Она сказала мне У тебя что-то случилось? Я говорю Да, у меня дочка Лежит при анимации В очень тяжелом состоянии После операции Она сказала Значит это Тебя мне послала Пресвятая Бога Матерь Схотела меня за руку Потащила в церковную лавку Купила мне крестик Прочитала молитву И одела на мне этот крестик И сказала Ни в коем случае Не снимай его больше Матушка Любовь Рассказала Кате Удивительную историю Оказывается Накануне ночью Ей приснился сон В котором Она увидела Катерину И поняла Что эта святая Матрона Просит ее Помочь девушке Я верю Что это была Не случайная встреча Что Боженька Устышал нас Вот у меня этот крестик Который одела мне Матушка Любовь Я его ношу Не снимаю Оставалось только надеяться Что святая Матрона Услышит их голоса И Екатерина И Александр И Раиса Михайловна Изо всех сил Молили Матронушку Помочь маленькой Таисии Я просто просила Говорила Помогите этому маленькому ребенку Дать ему жизнь Вот И Просто говорила Что она нам нужна Раз она уже родилась Значит она должна жить В это же самое время Врачи готовили Таисию К сложнейшей операции Не сильно рассчитывая На успех Ну просили Просила мама Просил муж Ну ее прооперировали Потом был момент реанимации В то время как Грудному ребенку Проводили сложную операцию На открытом сердце Екатерина и Александр Стояли у мощей Святой Матроны И надеялись На чудо Сердце девочки Могло остановиться В любую минуту Субтитры подогнал «Симон» Наверное Звучит банально Но чудо свершилось Буквально в тот же день Нам позвонили Сказали что ее сняли С искусственного дыхания Она дышит самостоятельно С поддержкой Святой Матроны Семья Екатерина сумела пройти Это тяжелое испытание И маленькая Таисия Получила возможность Жить на этом свете О чем предупреждала И к чему готовила нас Великая Святая Перед тем Как покинуть этот мир Какие записи хранит блокнот Помощницы Блаженной Матушки И почему только сейчас Она решила открыть тайну людям Какую судьбу Для России Пророчила старица И почему 2015 Святая Матрона Назвала переломным Ответы на все эти вопросы Узнаем изучив дневник Уникальной свидетельницы Придет время Когда перед вами Положат хлеб и крест И скажут Выбирайте Неужели этими словами Матрона предсказывала Сегодняшний экономический кризис Санкционная политика Запада Уже давно получившая У экспертов определение Неуклюжая Сказывается не только На положении дел в России Помимо имиджевых потерь Которые несут западные страны Долгие годы утверждавшие Свой статус Носители демократических ценностей Страдают и граждане Этих самых стран Нарушение принципов Мировой торговли Так ударило по представителям Иностранного бизнеса Что многие оценивают Деятельность своего правительства По отношению к России Как враждебную К резидентам Польские, австрийские, немецкие фермеры Выходят на митинги С требованием Остановить разрушение Сельского хозяйства Европы Предприниматели Из прибалтийских стран Рядовые американцы Канадцы Связанные производством Товаров народного потребления Фактически каждую неделю Отправляют в профильные Министерства петиции С требованием Изменить агрессивную политику По отношению к восточному соседу Попытка западных стран Изолировать экономику России Привела к обратному результату Всплеск аграрного производства Научно-технологического процесса Направленного в первую очередь На реанимацию стратегии Продовольственной безопасности Нашей страны Не может не дать результата Матрона видела в нашей земле Она чувствовала, что она нас прокормит Что она даст нашей стране Силы и возможность Преодолеть все кризисы И то, что сейчас возрождается Действительно сельскохозяйственная культура То, что вот эти санкции Они пошли нашей стране на пользу В том плане, что сейчас действительно Возрождается то, что было потеряно В начале 90-х годов То есть, да, начинают работать заводы Наша страна начинает что-то производить Действительно, наша земля нас прокормит В нашей стране более 100 миллионов гектаров Сельхозземель Подобных возможностей для животноводства И земледелия Больше нет ни у кого в мире И западная санкционная политика Многих заставила всерьез отнестись К словам Святой Матроны Московской Без войны все умрете Жертв много будет Все мертвые на земле будете лежать Вечером все будет на земле А утром восстанете И все уйдет в землю Без войны война идет Для тысяч православных Святая Матрона Московская Не великая прорицательница А в первую очередь Заступница Дарующая новую жизнь Как и в пророчествах Блаженной Матушке В этом не сомневается Сергей Москвин В детстве было на самом деле Довольно-таки тяжелое Воспитывался я Можно сказать не буду получать в семье Отец пил Мать пила И так получилось Что с детства попал в компанию Компания оказалась дурной Алкоголь, драки, наркотики С юных лет молодой человек Промышлял грабежом и разбоями Сидел один раз Два с половиной года Статья была у меня Избиение Там подрались с охранником Потом освободился Некоторое время ходил Гулял, не знал чем себя занять Вот И я решил пойти по той же дорожке Но один раз С Сергеем произошел случай О котором он с содроганием Думает до сих пор Был я вот тут недалеко От этой вот церквушки Замечательно Вот это И Увидел так то, что дверка Вроде была приоткрыта Церковь, о которой вспоминает Сергей Это небольшой храм Святой Матроны В Лобне Московской области Где старица провела Свои последние годы Земной жизни Это было уже довольно-таки Позднее время Может быть Все в 12 ночи Ну и Я посмотрел вроде, знаете Как у церкви никого Ну думаю Ничего бы нет Вот И Начал залазить в церковь Именно в этот момент Он услышал голос Сделаешь это Всю жизнь будешь страдать Я сначала не поверил во все это Пытался сделать еще шаг Но в следующий раз Я услышал Там Определенно четкий голос То, что если ты совершишь это То ты за это очень сильно будешь страдать У меня какая-то получилась внутренняя тревога Сергей уверен Голос принадлежал Именно Святой Матроне Был очень ясный Отчетливый голос И он реально был И не громким И не тихим И такое ощущение Что он шел отовсюду В ту ночь Сергей ушел из церкви С пустыми руками И на дрожащих ногах Пришел домой И не смог уснуть Уснул только под самое утро Утром Сергей ждал Неприятный сюрприз Только успел встать Попить кофе буквально Хотел выйти на улицу Вот И выхожу из подъезда И меня Так сказать Сотрудники правоохранительных органов Забирают И увозят в отделение Сергея задержали за преступление Которое он совершил ранее Молодого человека снова посадили в тюрьму Две недели назад Сергей Москвин Вышел на свободу Жизнь мужчины как будто перевернулась После вот этого случая На самом деле в церкви Меня очень сильно изменило Я давно раскаялся о своих грехах Я все свои поступки Которые делал плохие людям Я постарался Какими-то своими правильными действиями Загладить История Сергея Хороший пример того Как святая Матрона Способна кардинально изменить Жизнь человека Одной лишь фразой Кому расскажешь Не поверят Никто не поверит Пока сам ты на себе этого не ощутишь Пока с тобой непосредственно Это не произойдет Я очень благодарен За то, что это чудо Так сказать Коснулось меня И повлияло на мою жизнь Сейчас Сергей собирается в монастырь А в будущем Молодой человек хочет Помогать людям Которые сбились с пути Таким, каким был когда-то Он сам Когда не на кого надеется Можно надеяться только на Бога Судьба Олега Беушкина Складывалась прямо противоположно Значительную часть жизни Он посвятил как раз Охране закона и порядка В 1994-м Мужчину призвали в армию Отдельный специальный батальон милиции Затем ускоренный курс учебной части А после Командировка в Грозный Контр-террористическая операция Случались такие вещи Которых Если вот Подумать сейчас А как же ты вот друга своего не убил А как же он тебя не пристрелил Вот То я думаю, наверное, скорее всего Помогала вера Вера и в Бога, и в себя Да Помогала вера Домой Олег вернулся с ранения Женился Устроился на работу В 1998-м у него родился сын И казалось, все ужасы войны уже позади Но пережить чеченский ситром Оказалось не так просто Начал я, конечно, сильно очень Водочкой баловаться Наверное, этим и убил свое здоровье Вот Распродал все И машины Все как бы пустил с молотка Последствия разгульной жизни Не заставили себя ждать Через несколько лет у Олега Открылось кровотечение Его сразу же госпитализировали Врачи поставили страшный диагноз Когда я видел молодого человека Который прошел чеченскую войну И уже получил такое осложнение Как кровотечение из венпечетов Он был ранен на войне Поправился от ранения Потом вернулся в обычную Свою социальную жизнь К сожалению, его Поразила такая болезнь Как портальная гипертензия Из-за тяжелого поражения печени С этого момента Жизнь Олега превратилась В постоянные боли И переезды из больницы в больницу Кровотечение остановили Но для дальнейшей его жизни Ему нужно было выполнить операцию По шунтированию По снижению давления В воротной вене Чтобы у него больше не было кровотечения Он выжил Состояние Олега Беушкина Ухудшалось изо дня в день Ему требовалась серьезная операция Но болезнь была в такой запущенной фазе Что никаких гарантий выздоровления Врачи не давали Каждое последующее кровотечение Из варикозных линопищевода Оно на тот свет Уводит примерно 50% пациента Не скрывали медики И неблагоприятные прогнозы Для жизни пациента Лечащий врач Олега признался В какой-то момент он почувствовал Что достаточно молодой И крепкий на вид мужчина Сдался И с этого момента Шансы на его спасение Кратно уменьшились Когда просто голова отключается И ты живешь как животное На инстинктах Даже были мысли Уже поскорей бы уже И все Потому что было на самом деле Так головато Именно в этот тяжелый момент жизни Олег узнал о существовании Святой Матроны Блаженной Матушки Которая помогает людям Мы же и всегда пользуемся Вспоминаем о святых Только когда приспичат Когда заболеем А вот поэтому Заболел И мне подружка Говорит Давай съездим Посмотрим Сходим к мощам Водички святую попьем Сходили к святым мощам ее Очерики там Немоверно отстояли Олегу предстояло пройти Сложную И очень рискованную операцию Вот эти бумаги Где ты расписываешься Что ты А тебя могут заразить Какую-нибудь болезнь Что ты можешь не выжить В после При операции Можешь после В реабилитационном времени Не выжить Поможет ли Матрона Олегу Услышит ли молитву солдата Проливавшего кровь За свою родину Это очень серьезная операция Она связана с тем Что доктору Практически вслепую Проходится металлической иглой Проходить паранхему печени Из одной вены В другую вену И вот отклонение иглы На сантиметр Скажем так Ну в кавычках В ненужную сторону Приводит к тяжелому ранению Воротной вены Матрона Требушному кровотечению Летальному исходу Случилось чудо Операция прошла Успешно Он был один из первых пациентов Кому удалось провести Такую операцию Лечащий врач Олегу уверен Во многом благодаря Именно вере в Господа И Святую Матрону Мужчина встал на ноги Чтобы пациент поправился Должна быть Работа лечащего врача Да, она должна быть адекватная А второе Это вера самого пациента Что если пациент Верит во Всевышнего Верит в высшие силы Это помогает ему поправляться И безусловно Помощь свыше Да, от Господа Бога Сейчас Олег чувствует себя прекрасно Он забыл о болезни Вернулся к нормальной жизни Устроился на работу И даже исполнил свою давнюю мечту Купил мотоцикл На котором с ветерком Рассекает по дорогам Когда человек верит в себя И верит в помощь святых Мне кажется, так гораздо легче И во многом ты и себя настраиваешь На лучшие На позитивные волны Вот И как бы легче переживать Все невзгоды Все тяготы Вера, она всегда помогает Когда меня не будет Шесть десятков лет пройдет И еще три года И опять все начнется, как было Опять пирог делить начнут И Бога забудут Как предсказания святой Матроны Московской Повлияли на исход Великой Отечественной И зачем Сталин встречался с блаженной старицей С какими испытаниями Столкнется Россия в 21 веке Когда закончится война на Украине И кто ответит за тысячи загубленных жизней Что спасет Европу от краха Но чего не удастся избежать западному миру Последнее пророчество блаженной матушки Великая святая ушла в мир иной В 1952 году Если прибавить к этой цифре шесть десятилетий и три года Получается 2015 год Наши дни Значит ли это, что пророчество исполнится в самое ближайшее время И о каком пироге идет речь? Это предсказание, оно о том, что будет война И война в первую очередь не при помощи оружия А именно война холодная Война голословная Когда государства будут не доверять друг другу Появится множество соперничества Каждая страна будет пытаться как бы доказать свои правила жизненные Так какой же пирог делят силы, заинтересованные в этих кровопролитиях? Опять буду делить пирог У нее это идет, вот эта линия Это все-таки материально Из-за чего, так сказать, всегда вспыхивают войны Власть, ресурсы, влияние, территории Фактически это пророчество Описывает современную ситуацию на Украине Прикрываясь демократическими ценностями и лозунгами О перераспределении доходов К власти пришли люди Единственная цель которых Собственное обогащение Пирог Ничто иное, как национальные ресурсы Украины И контролирует их реализацию теперь Группа алчных и недальновидных политиков Но есть и другая точка зрения На это предсказание Матрона При более глубоком рассмотрении Она кажется куда более устрашающей За всем многообразием борьбы За куски И как говорила Матрона Пироги, да, территории, газонефти, влияние, геополитическое усиление одних государств Умоление других государств Кроется главное Мировая битва духовная Может быть действительно пирог Это наши с вами души За которые сегодня идет настоящая битва Как еще можно назвать столкновение Между западной и восточной культурой Которая настолько обострилась за последние годы Восточная отстаивает право на традиционные ценности Западная предлагает более прогрессивный И космополитичный взгляд на мироположение Вот это стремление к самосохранению мирового человечества И разнообразия цивилизации И персонифицирует сейчас политика России Вот еще Поэтому она в эпицентре Она, вы знаете, она сейчас защищает Россию Ее лидеры Такие глобальные метафизические ценности И идеалы О которых они даже, может быть, и не думают А тем более не говорят И вот это тоже борьба Христа с Антихристом Религиоведы 20 века Несколько десятилетий назад склонялись к мысли Что человечество явление Антихриста уже пережило Сегодня их коллеги считают Что предшественники с выводами поторопились К чему приведет борьба В которую уже включились все мировые силы Способны ли человечество остановить этот конфликт Не доводя его до самого страшного Битва начнется из-за ссор и распри между странами Вот это ключевые слова Битва словесная Она уже есть И очень серьезная битва идет То есть ни одна из стран не хочет никому вступать Так кем же была великая святая предсказательница? И почему до сих пор мы внимательно исследуем Каждое произнесенное ею слово Без войны все умрете Без войны война идет Матрона Московская родилась в 1881 году в селе Себин Тогда это была территория Тульской губернии Сегодня это Кимовский район Московской области Она была пятым ребенком в семье Отец и мать ее происходили из крестьян И содержать пятерых детей было для бедной семьи трудно Тогда у матери Матроны закралась мысль Отказаться от девочки и отправить ее в приют Той ночью женщина долго не могла заснуть Ей было видение во сне Ей явилась птица Белая птица с человеческим лицом С закрытыми глазами И села ей на правую руку Ну мать, которую звали Наталья Вот она поняла, что это видение от Бога И вот собственно вот этот случай Он сохранил Матроношки Ну скажем так Сохранил ее в семье Девочка родилась абсолютно слепой Но с самого рождения Всем вокруг было понятно, что в семье появился необычный ребенок Когда ее крестили младенцем Случилось чудо Вот Когда ее опускали в купель Священник увидел столб Благоуханный столб Который поднимался от крестильной купели Вот до ввысь И он понял, что родилось святое дитя Этот столб заметили все прихожане Отец Василий сразу понял, что это знамение Свидетельствующее о Бога избранности младенца Он сказал Я много крестил Но такое вижу в первый раз И этот младенец будет свят Девочка эта Господом дарована Чудеса окружали маленькую Матрону с самого детства Один раз мама Матронушки заметила Что девочка не носит нательный крест Она взяла ребенка за руку Пристально посмотрела в глаза и спросила Почему ты не носишь свой крестик? Реакция маленькой дочери изумила маму Ребенок ответил, что у меня и так крестик есть Вот И мать тогда заглянула под одежду Дочери и увидела Что действительно там есть знак Ее божественное предизбрание Вот Выпуклость на груди В виде креста Постепенно даже самые серьезные И уважаемые представители православной церкви Стали понимать, что эта слепая девушка Настоящее явление в русской истории И многих было предсказание о судьбе Последнего русского императора Николая II Она попросила у своей матушки Куриные перья Выбрала из них самое красивое дно Ободрала его и сказала, что вот такая же судьба Постигнет и царя Разговор происходил в 1894 году Матроне тогда было 13 лет Спустя 21 год Николая II вынудили отречься от престола А затем казнили вместе со всей семьей Другое не менее известное предсказание Святой Матроны Приходится на 30-е годы Сделала его блаженная матушка Присутствие при ссоре своих близких Вот сейчас вы все ругаетесь Делитесь А война вот-вот начнется Конечно, народу много погибнет Но наш русский народ убедит Через несколько лет после этих слов Началась Вторая мировая война Сталин Трижды обращался к Вольву Метингу И трижды он говорил одно В Москве есть Матрона Московская К ней люди ходят Ей люди молятся Ее они слушают Сходи к ней Генерал КГБ Валерий Малеванный Посвятил много времени изучению предсказаний Святой Матроны Московской И их роли в истории России Когда-то это было профильным направлением Его службы Сталин был поражен Тем, что сказала ему полуслепая старуха Она ушла в транс на небо И сказала Батюшка, тебе ничего не грозит Но Чтобы твои чада остались довольны И жизнь продолжалась В нашей любимой матушке Имела ввиду столицу Пусть твои орлята пролетят Три раза вокруг Москвы С образом Казанской Божьей Матери И Донскую прихватите с собой Были отряжены специально Три самолета Во главе их Сталин поставил своего сына Василия Сталина И загрузив самолеты Три раза По совету Матроны Московской Облетели Москву Сталин пытался решить важный вопрос Покинут ли Москву Главному командованию вооруженных сил Красной армии От этого решения во многом Зависел исход Великой Отечественной войны Зинаида Жданова Женщина, с которой Собственно проживала Матрона В Москве Вот Описывает Случай Когда Во время войны Великой Отечественной Когда Была угроза Что враг Собственно подойдет к Москве И Ну всем известно Что Есть Информация такая Говорят о том Что якобы Правительство хотела покинуть Москву Вот в этот момент Сталин Отправляется к Матроне Для того, чтобы Ну Узнать Собственно будущее На что Матрона Сталину сказала Русский народ победит Победа будет с тобой Один ты из начальства Не выйдешь из Москвы Именно Матрона Московская Повлияла на решение Главнокомандующего Трудно представить Что могло бы произойти Если бы не дар предвидения Великой Святой Сталин остался в Москве Благодаря этому А так же Буквально Мы знаем Что Матрона Московская Предсказала Что в декабре Будет поворот К другим Батюшка Мороз Принесет зло Проклятому Гитлеру Жди этого Так начался Первый разгром Гитлеровской армии Который практически Да Он Произошел Благодаря Геройскому Можно сказать Настойчивому Героическому Труду Ратному Труду Наших воинов Офицеров И солдат Но в то же время В то же время Стратегически Он зародился У Сталина Вот еще в октябре При посещении Матроны Московской Это далеко Не единственный Случай Когда генералиссимус Обращался за помощью К Матроне Московской В частности Известно Что Сталин Приезжал к Матроне Незадолго До своей смерти О чем же Мог просить Сталин Святую Старицу Учитывая то Что Сталин К тому моменту Был уже человеком Преклонного возраста Весьма-весьма Ему уже перевалилось За 70 лет Вот вероятно Вероятно Он хотел Спросить у нее Кому Может быть Оставить Кто мог бы быть Его преемником Скажем Да На посту Генерального секретаря Особенно главы государства И партии Вот Потому что К тому моменту Уже Такого очевидного Преемника Не было Вот Шла борьба Внутри Узкого руководства Высшего руководства Собственно Ну периодически Шла За власть Вот Вероятно Кто-то говорит Что уже К тому моменту Сам Сталин Да Не Не был Полновластным Скажем так Правителем Вот И вероятно Его интересовал вопрос Кто же мог быть Следующим Но есть и другие Версии того О чем мог говорить Иосиф Сталин С Матроной Московской Перед своей смертью С другой стороны Возможно Он хотел узнать Сколько ему Жить осталось Какие-то личные Моменты Вот Чтобы как известно 5 марта 1953 года Его уже не стало Вот И наверняка Скорее всего Да Зная его Государственческое Настрой То есть Собственно Человеку Который Всю свою жизнь Положил Да На построение Государства Державы Возможно Его интересовала И будущая Судьба России О чем бы ни говорил Сталин с Матроной Ясно одно Пророчество Святой Были очень важны Для генералиссимуса Матрона Московская Умерла 2 мая 1952 года Незадолго до этого Она сама Предсказала Свою смерть Она Была Похоронена Еще в 52 году То есть Достаточно давно Тем не менее Слава О ней Продолжалась Спустя 47 лет После смерти Церковь решила Рассмотреть Вопрос Причисления Матроны Московской К лику святых Церковь Православная Русская На самом высшем уровне Вспомнила об этом И Была Соответственно Комиссия Я знаю Что вот они Комиссия изучала В частности Вот и книгу Зинаида Ждановой Принципиально Комиссия согласилась Что речь шла Действительно О святой Поэтому Поэтому там В два этапа Сначала Ее Признали Местной Святой Потом Ее Уже Официально Канонизировали Переносят Мощи Она же была Похоронена На Даниловском Кладбище Потом Мощи Переносится Вот Покровский Монастырь И с этого Момента Начинается Поток Это значит Что Святая Продолжает Работать Оказывать Так что же Это за Особый Дар Которым Обладала Матрона Дар Из-за Которого Перед ней Преклонялись Даже Самые Влиятельные Люди Страны Матрона Несмотря на то Что она Была Слепой Она Много Много Видела Видела То Чего Видит Миллионы В чем Природа Предсказания И Предвидения Попытались Разобраться Мы С нашими Экспертами Множество Людей Со Способностями Предвидения Пытались Предсказывать Будущее Но Лишь Матрона Московская Оказалась Настолько Дальновидной В своих Пророчествах Дело в том Что вообще Предсказания Не приходят Так называемыми Картинками Да То есть Это никогда Не бывает Чтобы человек Сядет И скажет Сейчас я попробую Сделать Предсказание Это как Музыка Как Музыкант Вот сидит Музыкант А ему Пришла песня Пришла мелодия Он ее записал То же самое И у предсказателей Ученые Специалисты Со всего мира Пытаются Разгадать Загадку Матроны Московской Как ей Удавалось Видеть Всю нашу Историю Будто бы На ладони Это никто Это никто Никто не знает И никто Даже И наш Патриарх Не знает Как ей Было Открыто Для того Чтобы Узнать Как Было Открыто Надо Стать Ею И глаза Закрыл Господь Для того Чтобы Она Могла Духовным Зрением Видеть И все Говорить Почему Жи Среди Множества Русских Святых Именно Матрона Столь Сильно Полюбилась Простым Людям Ее Поведение Ее Жизнь И больше Всего По Излечению Предсказаний Настолько Имели Большой Эффект Что Уже В таком Молодом Возрасте К ней Стался Космас Народа Сама Матрона Была Уверена Что Лишь Немногие Из тех Кто Называют Себя Прорицателями Имеют Истинный Дар Предвидения Матронушка Предостерегала От обращения Ко всяким Чародеям Магам Те Которые Якобы Могут Исцелить Ну скажем так Отдалить От вечной Жизни От спасения Согласно Православному Учению Истинный Прорицатель Лишь проводник Слов Господа И собственная Сила Правиться Ничтожна Но у самой Матроны Подарившей Людям Столько Любви Жизнь Складывалась Несладко Она жила Жизненно Мученическая Потому что Она не имела Ни своего угла Ничего не имела Вообще И не видела Ничего Ее же Когда она была Совсем маленькая Детишки Дать не издевались Они Заводили ее В крапиву А потом Она сама С собой убиралась Это же Слезы Это же Бурно А в 17 лет С Матронушкой И вовсе Произошла Трагедия Но всегда Изменившая Ее судьбу У нее Отнялись ноги Как и многое В своей жизни Заранее Предсказывала она Что однажды В храме К ней подойдет Прихожанка Из-за которой Она больше Не сможет Ходить Но на этом Испытания Матроны Не закончились Вскоре Она потеряла Жилье Затем Случилась Революция А с ней Начались Преследования Верующих Религия Религия На самом деле Подвергалась Серьезным Преследованиям Начиная Вот С первых Моментов Становления Советской Власти Максимальной Силой Я думаю Это достигло Где-то В середине 30-х Годов Многих Служителей Церкви В те времена Сажали в тюрьму Или даже Расстреливали Прежде всего Кого старались Обращали Внимание На Иерархию То есть На Архиепископов Метрополитов Ну и так далее Тех Кто как бы Находился Непосредственно При церкви Жизнь Матроны Была очень тяжелой Несмотря на все Преследующие Ее опасности Матрона Продолжала Помогать Людям И проповедовать На низовом Народном Уровне Религия Как раз Мне кажется И выжила И это касается И православной Прежде всего Веры И других Религиозных Течений Вот К примеру Один из Случаев Произошедший С Матроной В то время 1930 Годы На стол Участкового Подает заявление В котором Говорится Что в квартире Ждановых Незаконно Проживает Слепая Старушка Которая Вдобавок Ведет Религиозную Пропаганду Лечит И прорицает Участковый Сразу же Отправляется По адресу Матрона Ведет себя Спокойно Когда участковый Отдает приказ Собираться С вещами Она отвечает Здравствуйте Я участковый Этой деревне Вам нужно Собраться И проехать Месяц со мной Я соберусь Мне собраться Себя с кровати Поднять А вот ты Лучше бы Скорей домой Бежал У тебя там Беда Случилась Чего ты Как говоришь Старая Не стой Беги За мной Лучше После придешь Куда От тебя Слепая Старуха Тень Беги Сам Не знаю Почему Участковый Послушался Совета И помчался Домой Дома он узнал Страшную новость А дня Осторожного Обращения С огнем Взорвался Кирогаз Его жена Получила Сильные ожоги И лежала Без сознания На полу Если бы он Вернулся Хотя бы На несколько минут Позже Спасти женщину Не удалось бы На следующий день Участковый Отказался Заводить Дело И порвал Донос На Матрону И это вот Как раз Пример Дальновидения Понимаете То есть да С одной стороны Милиционер Пришел И на самом деле С ней могла бы Случиться беда Но она Видела Что в этот момент Происходило С его женой И что жена Подвергалась Серьезной опасности Без войны Все умрете Жертв много будет Все мертвые На земле Будете лежать Вечером Все будет На земле А утром Восстанете И все Уйдет В землю Без войны Война идет Фекла Газева Ближайшая помощница Святой Матроны Московский Считает Что это одно Из самых главных Предсказаний Блаженной Матушки И к нему Нельзя относиться Легкомысленно В этих словах Считает Баба Фекла Кроется Спасение Для человечества И понять Смысл Прорицания Для истинно Верующего Человека Человека Русского Православного Не так уж И трудно Как Вера Помогает Обрести Любимого Родить ребенка И избавиться От смертельного Недуга Когда мне доктор Сказал мой диагноз Меня весь мир Перевернул Уникальные истории Людей С которыми Случилось чудо Дочка была дана Мне все-таки По моей просьбе От матушки Матронушки На что Они надеялись О чем Просили Святую Матрону И за что Теперь Благодаря Долгие годы Анна Лобзова Не могла найти Близкого По духу Человека Которого Смогла бы Полюбить Пока Наконец Не встретила На своем пути Игоря При первом же Знакомстве Молодые люди Понравились Друг другу И решили Продолжить общение Игорь мне Купил Розовую розочку Встреча проходила Необыкновенно Игорь рассказал Мне один рассказ Который он сам Написал Прохожу на Средина И там Было очень много О любви А я ему Рассказывала Стихи своих Знакомых поэтов И конечно Это тоже Не могло Ему не понравиться У Игоря Душа очень Светлая Чистая И он романтик Молодые люди Сразу почувствовали Сильную духовную Близость И взаимный интерес А главное Оба оказались Верующими Анна Вспоминает Какие эмоции Испытывал Игорь От их первой встречи Он был очень Приятно удивлен И рад Потому что Он искал Как раз Православную невесту Каково же Было удивление Анны Когда она Узнала Что за две недели До их знакомства Игорь ходил К ее любимой Святой Матроне Московской И просил Чтобы Матрона Помогла ему Найти любимую Матрона Всегда его Слышала И всегда Ему помогала И вот Наше святое Знакомство А я думаю По-другому И сказать нельзя Состоялось Именно В храме Христа Спасителя Анна и Игорь Полюбили друг друга И стали планировать Семью Но не все В отношениях У влюбленных Складывалось Гладко Конечно На нас были Гонения Но я знаю Что это было Неспроста Возможно Это было Нам послано Богом Для того Чтобы потом Даровать нам Настоящее счастье Нам пришлось Долго Доказывать Что у нас Настоящие Чистые С Игорем Отношения Его родителям Поначалу Родители Игоря Не приняли Анну Считая ее Недостойной парой Для своего сына Молодым Даже пришлось Тайно обручиться Но со временем Они сумели Пройти все испытания И доказать Всем вокруг Что их отношения По-настоящему Крепки Игорь и Анна Уверены Их знакомство Состоялось Благодаря Матроне Которая услышала Молодых людей И откликнулась На их мольбы Вот уже несколько лет Молодые живут Душа в душу И у них растет Любимый сын Миша Как будто на небесах Был какой-то план Который Действительно Мы исполняли Которому мы следовали А вот у Алены Небараковой Жизнь складывалась Не столь радужна Я встретила Мужчину Сразу же Влюбилась И Конечно же Как любой женщине Мне захотелось Ребенка От любимого человека Но время шло А желанная беременность Не наступала Потом уже начало Закрадываться Некое сомнение Потому что Уже прошел год А ребенка нет и нет Я пошла к врачам Но и врачи Не смогли помочь Алене Сложилась Вроде бы пара Но деток не было Вот А естественно Мы хотели Сестра моя Мама Ее Естественно Мы ждали внуков И Ходили они По врачам Консультировались Спрашивали Что чего Вот И Как бы Не получалось Годы идут Детей нет Естественно Очень хочется И Алена И ее муж Проходили Все необходимые Обследования Никаких Противопоказаний Обнаружено Не было Один за другим Врачи Предлагали Всевозможные Способы Стимулирования Беременности Но Ничего не помогало С каждым разом С каждой попыткой Энтузиазма Все меньше становилось В дружной семье Постепенно нарастало Разочарование От происходящего Вроде бы Проходили Очень хорошие Тщательные Обследования Каких-то Вот таких Вот противопоказаний Ни с той, ни с другой стороны Вроде бы быть Не должно Естественно Уже когда прошло Там два-три Года Уже Должен был Быть результат Но время шло А результата Так и не было Это уже Конечно Наша была Общая семейная Проблема То есть Естественно Искали знакомых Искали друзей Советовали врачей Советовали клиники Девушка Девушка старалась Не отчаиваться Пока как-то раз Не услышала От медиков Страшный диагноз Бесплодие Бесплодие Очень распространенное Сейчас заболевание Причем Знаете Может быть Я не так скажу Но сейчас Очень много Мужского бесплодия С чем это связано С жизнью С образом жизни С питанием В принципе Женского бесплодия Очень много Услышав страшный приговор Алена не могла Найти себе места Все ее мечты О счастливой семье О любимой дочке Были разрушены Она понимала Что эта новость Может разрушить И ее личную жизнь Ведь муж тоже Очень хотел этого ребенка Поняв Что надежды На медицину нет Алена решила Обратиться За помощью К святой Будучи не очень Верующей девушкой В тот момент Я все-таки Знала Про Матрону Про то Что эта святая Помогает Людям Первый раз в жизни Алена приехала В Покровский монастырь Чтобы просить Святую Матрону Московскую Помочь ей Исполнить свою мечту И стать мамой А в Матроночке У нас само собой Такое личностное Отношение Всех беременных женщин И всех женщин Бесплодия То есть Это наша общая любовь Медики были уверены Детей Алена Иметь не сможет Никогда Но девушка Надеялась Что святая Услышит ее мольбы И поможет Несмотря ни на что В это трудно поверить Но через несколько месяцев После возвращения домой Алена узнала Что беременна Вопреки диагнозу Который поставили врачи Это все-таки Случилось Я считаю Что нашими молитвами Не зря же так говорят Вот нашими молитвами Может быть Чудо такое Произошло Алена уверена Ее беременность Помощь Святой Матроны Дочка была дана Мне все-таки По моей просьбе От матушки Матронушки Сейчас Настя уже ходит Во второй класс Алена часто рассказывает Ей о Святой Матроне Благодаря которой Девочка появилась на свет Я вот сейчас очень рада Что ребенок Возраковленный И верит в Бога Потому что Ей легче будет в жизни То есть У нее есть Заступница Это Матушка Матрона Есть Отец Небесный Господь Которого она любит И верит в Него Алена верит Рождение дочки Главное чудо Которое случилось В ее жизни Ну рождение ребенка Это вообще Само по себе Это чудо И когда ты лечишь Добиваешься Что женщина В конце концов Беременеет И потом мы рожаем Этого ребенка Это же счастье какое Чудеса конечно Чудеса Иногда бывает Ты просто не можешь Объяснить Почему она забеременела Это лучший вариант А хочешь Когда ты не понимаешь Почему она не беременеет Ты не говоришь На все воли Божьей Алена с Настей Часто приезжают В Покровский монастырь Чтобы поклониться Святой Матроне За все Что она для нее Сделала Говорят Что дети Красиво рождаются От большой любви Вот Так в принципе Оно и получилось Диагноз Рак Не означает Смерть Как неизлечимо Больная женщина Узнала Об исцелении И почему Теперь Самым страшным Грехом Она считает Отчаяние Пять дней От прощания С жизнью И до свершения Чуда В истории Нашей следующей Героини Жизнь Натальи Складывалась Обычно Как у всех Родилась она В бывшем Свердловске А ныне Екатеринбурге В четвертом классе Вместе с родителями Переехала в город Югорс Вышла замуж Родила дочь Долгое время Работала инженером В газовой компании Все изменилось Два года назад Когда после очередного Медицинского обследования Наталья узнала Что у нее Рак В тот момент Когда мне доктор Сказал мой диагноз Прочитал Мой диагноз У меня весь мир Перевернулся Такое чувство было Что я перевернулась Вместе с этим стулом На котором сидела Жизнь Натальи Изменилась в один миг Все что казалось Важным до сих пор Перестало иметь Какой-либо смысл Все мысли были Только об одном Неужели это конец Уже думала О смерти Думала На кого я ставлю Ребенка Своего дочь На мужа Думала О родителях Наталья стала Обивать пороги больниц Проходя все возможные Курсы лечения Но ничего не помогало Врачи разводили руками Страшный диагноз Не поддавался лечению Болезнь прогрессировала Изо дня в день Наталья впала в депрессию И решила Пусть будет Как будет В один прекрасный день Мне все это просто надоело Я опустила руки И решила Ну Как угодно Так пусть все и будет Жизнь казалась Натальи Беспросветной И лишенной Всякой надежды Когда видишь пациента То сразу же определяешь Насколько он Может бороться с болезнью Если в глазах Есть канцерофобия То есть ужас Перед болезнью То считайте Что этот человек Уже не будет Бороться за свою жизнь Чтобы хоть как-то Отвлечься От тягостных мыслей Наталья поехала К своим родителям В Белгород Там вместе с мамой Они решили Надо ехать в Москву К Матроне Мы приехали Упали на колени Слезы молили ее Чтоб она За меня помолилась Богу Отстояли очередь большую Прочитали Акафис И поехали обратно Домой А на обратном пути Случилось Удивительное В дороге В поезде Мне приснился сон Я увидела Матрону Она мне сказала Все будет хорошо После возвращения В родной город Наталье сразу же Позвонили с работы Я приехала обратно В свой родной город Югорск Мне с работы сообщают Вас направляют По направлению В город Екатеринбург Где вы можете Дополнительно пройти Обследование Я приехала в город Екатеринбург На повторное обследование И для лечения Уже дальнейшего И Диагноз не подтвердился В это трудно поверить Столько врачей Говорили Наталье О неизлечимости Ее заболевания А болезнь Просто исчезла Все еще не веря В чудо Наталья сделала Новое обследование Но и оно подтвердило Рака у Натальи Нет Никто из врачей Не мог объяснить Этой метаморфозы Если приходит Верующий человек Православный человек Или даже Мусульманин Который верит В свою религию И он верит В нее Искренне Истово То эти люди Живут долго Они не сдаются Каждый раз Когда едет В поезде Наталья вспоминает Сон Который приснился Ей по дороге Из Москвы И благодарит Святую Матрону За то Что спасла Ей жизнь И вот уже два года Я приезжаю В город Москву На поклон Матроне Чтобы поблагодарить ее За свое выздоровление Чудесное Явление Святой Матроны Московской Уверена Наталья Навсегда Останется в душе Русского человека Чем-то теплым Светлым И чистым Чудом Самим по себе Матрона была Старицей Старица Вообще Это я бы сказал Чрезвычайно редкое явление В православной традиции Потому что Старцев мы знаем Было больше А вот именно Чтобы стариться С каждым днем Тех кто поверил Уникальному явлению Святой Матроны Московской Становится все больше У Покровского монастыря В очереди К мощам Блаженной Матушки Все чаще Слышится Иностранная речь Тысячи паломников Из Сербии Словакии И Болгарии Спешат преклонить колени Перед великим даром святой Которая И на небесах Заставляет людей Жить в ожидании Чуда По всей России Открываются храмы Во имя Блаженной Старицы А у иконы С ее образом Не затухают Свечи За последние Несколько лет Ковчег С мощами Святой Матроны Московской Побывал более чем В 50 городах Нашей страны Прихожан Не пугают Ни многокилометровые Очереди Ни 20-ти Градусные морозы За возможность Прикоснуться К одной из самых главных Реликвий Православного мира Верующие готовы Жертвовать многим Без войны Все умрете Жертв много будет Все мертвые На земле Будете лежать Вечером все будет На земле А утром Восстанете И все Уйдет В землю Без войны Война идет Но что же Хотела донести До нас Матрона Этими словами Неужели Величайшая Прорицательница Предчувствовала Неизбежное И все мы Сегодня стоим На пороге Величайшего Бедствия Если расценивать Предсказания С точки зрения Конца света То я могу сказать Тоже с уверенностью Что конец света Будет И он просматривается Но многими учеными Доказано Что конец света Будет тогда Когда солнце Достигнет своего Пика После этого Оно погаснет То есть Земля будет погрушаться В вечную темноту И как раз то Что Матрона сказала Что к вечеру Все умершими Лежать будут Это говорит о том Что когда Наступит Вечная тьма Будет Но эту версию Опровергает Слово Война Которая Прозвучала В предсказании Великой Святой А война Дела рук Только человеческих Значит Ни о каком Космическом Катаклизме Речи идти не может Вывод Напрашивается Только один Люди Сами Копают Себе Могилу Вообще Идея О пришествии Об окончательном Суде Над всеми Людьми Она присутствует В той или иной Мере во всех Монотеистических Великих То есть Это и в христианстве Это и в иудаизме И в исламе Это идея Вот окончательного Суда Когда Уже идет Окончательный суд И судят На правых Неправых Вопрос только в том Значит Когда это Состоится Вечером Все будет На земле А утром Восстанете И все Уйдет В землю Восстанете Говорила Святая Матрона Выживете Другими словами Значит Несмотря ни на что Блаженная Матушка Все-таки Признавала Что у человечества Есть шанс В наше Такое трудное Время Экономическое И вообще И духовное Поэтому Без молитвы К любым Святым В том числе И к Матроне Нашей Московской Просто не обойтись Поэтому молитесь Просите И услышаны Будете Мир погружается Во мрак Зло Расползается По свету Избежать его Трудно Молитесь И просите У Господа Помощи В этом предсказании Она в прямом смысле Описывает Содом и Гамору Да Это как раз Прямой показатель Того Что сейчас происходит На Западе И происходит Игра То есть Я думаю Вы знаете Что такое Содом и Гамору Поэтому Я не буду Вдаваться В подробности Но могу сказать Что Россия Все-таки С этим борется Правда На Западе Эту борьбу Воспринимают Как растущие Имперские Амбиции Россия Эмоциональные Выкрики С трибун Американских Политиков Европейских Общественных Деятелей В адрес Москвы Не дают В этом Сомниться Хотя Большинство Поступков Соседей Вызывающих Непонимание У нас С точки зрения Православия Есть Ничто Иное Как грех В Америке В Америке У нас Совершенно Иные Религиозные Традиции Большинство Американцев Протестанты А в протестантской Традиции Нет такого Почитания Святых Предсказателей Или чудотворцев Когда выяснилось Что Сталин Лично Приходил К московской Матроне Отношение К ее Провицаниям Со стороны Государства Новчинов Резко Изменилось Представители Власти Стали детально Изучать Пророческие Слова Матроны Чтобы Использовать Их В своей Работе Например В Советском Союзе В ГРУ Была такая Воинская Часть Совершенно Секретная 10.003 Где Командир Алексей Савин Он Готовил На Практически На Учебном Потоке Военных Космооператоров То есть Он учил Парапсихологии Гипнозу Они Практически Могли По Движению Руки Обнаружить Например Подводную Лодку Американскую В Тихом Океане Они могли Сказать Маршрут Исследования Подводных Лодок Они могли Без Саперных Каких-то Специальных Приборов Обнаружить Минное Поле И провести Спецназ По этому Минному Полю Западные Коллеги Наших Разведчиков Также не Оставляли Без Внимания Людей Обладающих Сверхспособностями Только Отношение К нему К нему Иностранных Иностранных С предсказателями И паранормальными Явлениями Они имеют Огромные Бюджеты И используют Все возможности Для достижения Своих целей Этот случай Произошел В конце Тридцатых В нескольких Километрах От села Матроны Жил мужчина У которого Отнялись Ноги Врачи Развели Руками И тогда Односельчане Предложили Отвезти его К блаженной Матушке Тот Отказался Как она Мне поможет Когда Себе Не может Спросил Он Родственники Решили Применить Силу Но Матрона Остановила Не надо Вести Того Кто Ехать Не хочет Скажите Ему Пускай Завтра Жи С самого Раннего Утра Добирается Ко мне Самостоятельно Как сможет На животе Ли На коленках Ли Как осилит Ничего До вечера Доползет Зато Домой На своих Ногах Вернется Почему Больной Поверил Словам Спасительница Так и осталось Для близких Тайны О ползущем На одних руках Срывающим Ногти На пыльной Дороге Мужике Еще долго Говорили В окрестностях А о том Как он Вернулся Вечером Домой На своих Ногах Помнят И сейчас Верьте И молитесь Осеняйте Крестом Себя Крест Защита Лучшая От всех Бед И напастей Фекла Газева Помнит С какой Любовью Святая Матронушка Говорила О Боге И тех Кто В Бога Поверил Поверил И пришел К ней За советом Или Исцелением Придет Время Когда Перед вами Положат Хлеб И крест И скажут Выбирайте В этом Пророчестве Уверена Баба Фекла И кроется Секрет Выживания Для человечества В конце концов Каждому В скором Времени Придется Сделать Выбор Между Духовным И материальным И события Которые Сейчас Происходят В мире В этом Не оставляют Сомнений Ответить На вопрос Что важнее Хлеб В современной Интерпретации Финансовая Состоятельность Или Крест Гармония В душе Необходимо Как можно Быстрее Ведь в погоне За первым Пытаясь Удовлетворить Собственные Амбиции Можно не заметить Что доказывать Своё превосходство Уже Некому Как мне Ваш Жаль Доживёте До последних Времён